Привет! В эфире программа «Точка.ру» – программа, где мы рассказываем вам о самых передовых технологиях в мире интернета, делимся успехами самарских инновационных проектов и следим за актуальными новостями и событиями в социальных сетях. И здорово, что вы с нами! Сегодня в программе. Самые популярные хэштеги и места в нашем городе. Да ты успокойся! Что такое хюги и почему россиянам срочно нужно им заняться? Почему питерцы не любят москвичей, ханты и манси не едят грибы, а самарцы потеют? Дуэт со стиральной машинкой, чай с печеньем в полете, манекен-челлендж – все это и многое другое прямо сейчас. Подготовка Самары к проведению матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года ведется полным ходом и по всем направлениям. Для повышения комфорта городской среды была разработана единая архитектурно-художественная концепция благоустройства на так называемых гостевых маршрутах. И на днях авторы этой концепции не без помощи социальных сетей выявили самые популярные места нашего города. Итак, местные жители чаще всего отмечаются или чекинятся на площади Куйбышева, площади Революции, на пешеходной зоне улицы Ленинградской и на Набережной. У гостей города маршрут мало чем отличается. Комсомольская площадь, она же привокзальная, самая большая площадь Европы – Куйбышева, Набережная и Ленинградка. Также аналитики составили список положительных и отрицательных хэштегов о Самаре. Правда, в первый список вошли весьма отвлеченные фразы. «Всем доброе утро», «Утренняя пробежка», «Хорошее настроение, несмотря на погоду». Вот в списке негативных хэштегов весьма конкретные замечания. «Пол жизни в пробке» и «Сломался трамвай». Странно, однако, мы же с вами знаем и любим такие хэштеги, как «Красивая Самара», «Самара-город-курорт», «Самара-городок» и «Самарские девушки». И уверены, что в скором времени именно они окажутся в топе. В сети набирает популярность необычный скандинавский хэштег «Хюгге». По-датски хюгге – это уютность. Так назвали образ жизни, основанный на смаковании простых удовольствий и наслаждении приятными вещами в компании любимых людей. Давайте разбираться, как же правильно заниматься хюгге. Сторонники хюгге считают, что нехитрые радости вроде общения с друзьями, игры в снежки с детьми или чтения интересной книги на мягком диване с чашкой чая в руках делают человека счастливее и здоровее. Чтобы найти время на все это, согласно хюгге, надо меньше смотреть телевизор, сидеть в интернете и играть в компьютерные игры, то есть научиться уходить в офлайн. Предполагается, что для настоящего удовольствия от жизни человеку надо меньше технологий и больше природы. По хэштегу «Хюгге» вы найдете много вкусной еды, объятий, детей, котиков, посиделок с друзьями, сладостей, уютных деталей и романтических вечеров. Всем хюгге! В последние недели идут разговоры о возможном объединении народов России в одну российскую нацию. Но даже это не отменит крайне разнообразного отношения жителей разных регионов друг к другу. Аналитики изучили поисковые подсказки для пользователей Рунета и выяснили, какие же стереотипы есть о россиянах с разных концов страны. В основном стереотипы неоднозначные. К примеру, россиян интересуют, почему питерцы не любят москвичей, ханты и манси не едят грибы, почему самарцы потеют, тюменцы не любят северян, а пермики и вовсе соленые уши. Также всем интересно, почему чукчи говорят однако, якуты быстро пьянеют, кавказцы самые красивые, а ростовчане наглые. Все ответы доступны в поисковиках. Интересно, почему вся Россия думает, что самарцы потеют? Чай с печеньками. Что может быть приятнее этого занятия? Сидишь себе, наслаждаешься или летишь себе, наслаждаешься. Британец Саймон Берри установил мировой рекорд. Взял и прыгнул с высоты в 70 метров. Ну так, просто печеньку в чай макнуть. То есть не сиделось человеку за столом, захотелось острых ощущений. Ну, заварил бы себе чаю покрепче. Мне кажется, многие россияне поделились бы рецептиком чая. Однако банджи-джампер давно мечтал о славе. А потому прыгнул. Причем трюк удался с первого раза. Один летает, чтоб печеньку съесть. Второй случайно записывает дуэт со стиральной машиной. Аарон Джеймс МакКэвой спел под ритмичный стук своей стиральной машины. Ой, ну мне очень нравится, когда к таким звукам подходит креативно. Иногда выходит забавно. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да- целым концертом для батареи и молотка. Манекен Челлендж. Как бы вы ни относились к этому популярному флешмобу, признайте, его стоило придумать хотя бы ради этого видео. Субтитры сделал DimaTorzok Собака-замирака набрала уже сотни тысяч просмотров. И, по мнению пользователей, это пока самое лучшее из флешмоба. Участники этого флешмоба замирают на месте в драматических позах, делая вид, что они манекены. И уже тысячи человек поддержали его. От студентов и участников Всемирной Федерации Рестлинга до певицы Адель и Хилари Клинтон. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Просто все эти люди никогда не играли в море, волнуется раз. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группу ВКонтакте, фейсбук и канал на ютюбе. Смотрите нас через приложение на своих смартфонах и планшетах. Всем лайк. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok